И вчера примеры приводились в Калуге. Женщина выступала фермер, которая примеры на своем опыте проводила. Мы знаем пример другой соседнего фермерского хозяйства Германа Фрея, который в прошлый год выступал на съезде, и мы аплодировали ее достижения. Ежедневный прирост на свинине – 950 грамм, себестоимость на 30% ниже, чем по отрасли. Три работника произвели 800 тонн свинины в год. Это получается на одного работника 270 тонн свинины. На крупных мегафермах, которые в последний раз выступали на совещании в стадии академиков губернатора Старопольского района, 111 тонн. А у фермера 273. Так вот это у фермера, который имеет четвертый компартмент защиты, и мировой туре производства, и самую большую производительность, вот его исключает и других, из сельхозпроизводителей, и лишает субсидий. Разве это не дискриминация? И никто не хочет устрелать это ошибку. Огарной идут эти субсидии. Полутора десятка огральных регардов, а десятки, сотни и тысячи фермеров не получают ничего. Фермеры, конечно, возмущены таким постановлением, потому что на самом деле правительство ракует как бы за малый бизнес, а вот такими решениями делает все наоборот. Нужно добиваться, говорил Владимир Путина, заседания госславета в обличательной политике, наилучшего соотношения обличательных заказ и итогового результата. Мы подтверждаем их оппозицию. Помогать над тем, кто с максимальной отдачей использует каждый государственный рубль. Такой подход уже используют среди регионов. Там, где сначала взяли пост на развитие крупных миоферм, но потом столкнулись с крупными проблемами, и теперь сами начинают разворот к семейным фермерам. Вот замечательный пример Катарстана. Одна из самых ведущих и уважаемых наших республик, которая много делает в целом для сельского хозяйства. За два года создано более 1 тысячи новых современных семейных фермеров. Уверены, что такой курс нужно проводить и на уровне всего государства. Это неотложная необходимость. Это мощный резерв экономического роста. Уважаемые коллеги, особо надо сказать о главных направлениях государственной поддержки. Это поддержка на 1 гектар, субсидии по молоку, обновление парка сельской техники, субсидии по процентным ставкам. Тема господдержки за каждого тестяня выходит на первый план. Это есть всегда и везде, и будет так. Заканчивается зима, через неделю уже весна, скоро начинается север. Но ситуация, посмотрите, как раз сложная получается. Посмотрите, что делается с ценой на горячее. Вчера об этом фермере говорили на съезде. Солярка год назад была 27-29 рублей, а сейчас 35-37. А некоторые фермеры вставали и говорили, что в регионах уже к 40 подходим солярку. Значительный рост по дизельному топливу. Сельскохозяйственные техники и запчасти пошли вверх, потому что пошел курс доллара и евро вверх. И все понимают, что курс стоит гербициды, гибридные семена подсолнечника, кукурузы и других сортов. Пошли ценами нереальные удобрения вверх. Вчера алтайские фермеры говорили, что на 30% увеличилась стоимость удобрений. На 1600 рублей приводили пример увеличилась стоимость карбонита. Но мы помним, какие посевы зимы пришли в зиму. Потому что за погодных условиях сроки севера были оттянуты. И надо подкармливать зимой и весной, начинать это делать. Но посмотрите, какие цены. Новая головная боль, дополнительные затраты, это налог на землю. В регионах пересчитали кадастовую стоимость. И суммы выплат в некоторых регионах несколько раз превышают. Это дополнительно то, что должны платить крестьяне. Мы не против, что надо пополнять крестьяне бюджет. Но это делается за счет того, что крестьяне дополнительно должны платить. Выросли ставки процентные по кредитам. Если они были так 10-11, сейчас уже 13-14, а в районе и больше этого. Как вырваться от этого замкнутого круга? Единственное, на что может рассчитывать крестьяне, это багектарная поддержка из того арсенала поддержки, который сегодня есть. Но даже она сегодня снижается. Год назад на багектарную поддержку будет быть на 15 миллиардов рублей. А сегодня 14-14 миллиарда. В целом по прошлому году было 25 миллиардов. А сколько будет в ближнем году, неизвестно. Мы знаем, что сейчас проблема, чтобы эти деньги получить. И здесь министр дал четкие указания всем руководителям региональных подразделений АПК, что деньги, которые отправили в регионы, чтобы они быстрее для первых, для крестьяне пришли на счеты, мог бы распорядиться человек этими деньгами. И вчера говорили о том, что надо взять на контроль этот процесс, потому что все заинтересованы в том, что есть. Но если министр взялся за это дело, есть уверенность на том, что мы в этом году пораньше получим эти деньги. Так необходимое для того, чтобы провести организованное влечение в начинной работе. Уважаемые коллеги, мы вступили в ВТО, снижаем таможенные барьеры. Но видим, как растут затраты для крестьян. И одновременно нельзя снижать уровень поддержки. Как вести хозяйство? Как конкурируют с нашими зарубежными коллегами? Непонятно. Ведь сегодня объемы господдержки российскому производителю и нашим коллегам из других стран не соизмеримы. Надо сокращать разрых. Надо увеличить поддержку. И вчера христиане говорили об этом с большой тревогой. Вопрос серьезный. И подходить к нему надо ответственно. И мы считаем, что уровень поддержки на ВИГДАС сегодня должен быть как минимум 3 тысячи рублей. Второе. Что касается программы поддержки по молоку. Учитель о критическом положении отрасли государство в прошлом году выделило на субсидии около 12,7 миллиардов рублей. Средства большие, но поголовье продолжило падать и молока стали производить меньше. Меры не срабатывали. И одна из главных причин в том, что деньги не доходят для христианина. Деньги не доходят для села. И мы приводили очень много примеров. И фермеры поднимались и говорили о том, что... Трудно получить поддержку, потому что нет независимых лабораторий. И каждый фермер на своей ферме не построит аттестованную лабораторию. Но из-за этого лаборатория на молзаводе определяет стоимость процентов ука 2,92-2,96. То есть фермер поехал в другой молзавод, в другую лабораторию. Там, говорит, 3,16. Приезжает на свой родной молзавод, который является на своей ферме. А там, говорит, что нам привезут документы, понять, как я взял белок, туда и сдавай. Или делать свою лабораторию. Это серьезная тема. Вчера там был такой большой разговор. Поэтому, уважаемые коллеги, надо, конечно, нам отнять усилия. И будем просить руководства и регионов, и министерства для того, чтобы у меня как атернативной основе века создавать такие независимые лаборатории, чтобы птичане получали дотачу на молочную продукцию, которая соответствует качественной показательности. Потому что фермеры единственные, кто наращивает производство молока. Но, к большому сожалению, из общих денег, которые уделяются на молочный фотос, получают только единицы. Во-первых, что мы предлагаем? Что мы предлагаем? Мы считаем, что необходимо уже в 2007 году начать проводить общероссийскую коровую перипись. Звучит смешно, но это серьезная государственная задача. Необходимо наладить учет, посчитать, пронимеровать всех имеющихся в стране коров, сновидеть каждую корову чипом, как это делает все во всем мире. Тем более, что у специалистов большие сомнения по простым статистикам в этой отрасли. И по поговорю, и по объему производства молока. Я не хочу там деваться на эти детали, но, тем не менее, считаем, что это очень важная мера для того, чтобы мы начали наводить порядок. А потом определили, куда какую-то категорию давать с наибольшей эффективностью государственную поддержку. Во-вторых, рост производства молока напрямую зависит от роста поговоря коров. Будет корова, будет и молоко. Поэтому часть государственных денег, которые выделяют на молочную отрасль, необходимо направить на увеличение возрастающего поговоря коров. Независимость от форм собственности и размеров хозяйства. И вчера приводили очень хороший пример, который уже работает реально Московская область. Ну, представьте себе, за 10 лет Московская область на 75% сотратила поговоря коров. Начали внедрять поддержку на выбор. Кто хочет на корову получать, кто хочет на молоко. Только в прошлом году количество коров в фермерских хозяйств увеличилось на 22%. В-третьих, у нас производится программа семейно-животоводская ферма. Программа востребована. Конкурсы высокие. Люди стоят в очереди. По 25-30 человек, желающие на место попасть в эту программу. И люди, кто стоят в очереди, последние из тех, кто еще не уехал в город и хочет работать на селе. Им надо предоставить такую возможность. Тем более, что в прошлом году отлажены механизмы. Накоплен опыт по оформлению документации, работе отборочной комиссии, проведении конкурса. Все признают эффективность и целесообразность данной программы. Поэтому мы просим, предлагаем увеличить финансирование на эту программу. Не увеличить ее не с полтора миллиарда, которые сегодня есть, а довести до 10 миллиардов рублей. Считаю, что это наиболее эффективное облажение государственных средств. Все эти меры, в отличие от того, уважаемые коллеги, уважаемые крестьяне и крестьянки, что мы с вами хорошо знаем, что Россия располагает огромным богатством в виде пастбища, в виде щенокосов, заливных кубов. Это уникальное достояние сегодня используется слабо, ведь на молочных комплексах коров почти не пасут, а крестьянское хозяйство сполна могут освоить этот уникальный природный государственный ресурс. Важное направление государственной поддержки и обновления в парке сельхозяйственной техники. Техника технологической модернизации – острейший вопрос для всей отрасли. По самым скромным подсчетам, около 60% трактора на в парке, комбайн на в парке работает за пределами сроков амортизации. Это серьезный, сдерживающий фактор. И поэтому программа, которая сейчас намечена, мы должны придумать такие механизмы, чтобы она работала, и мы все деньги, выделяемые на программу, использовали для того, чтобы обновить эту технику. Четвертое направление господдержки – субсидирные процентные ставки. И большая, львиная часть всех государственных денег идет на это направление. Но уже все считают, что это не очень выгодное, не очень эффективное направление. И мы считаем, что надо механизм этот подсократить, и с учетом того, чтобы максимально сделать программу по этому направлению адресной, чтобы деньги доходили и до христиан, и до других производителей. Уважаемые коллеги, самый главный и основной для христиан вопрос всегда был и был вопрос о земле. Земля – начало-начал, смысл и содержание христианской жизни. И нет более важного вопроса, о котором так болит душа. Мы говорим на эту тему на каждом нашем съезде, но ситуация становится все сложнее и запутаннее. Сегодня в орбите земельного вопроса каждый из собственных земельных участков. Право собственности христиан на землю не защищено. В любой момент он может решиться ее. Отопать может и государство, и глава района, и богатый сосед, и столичный олегах. Земельный вопрос – головная боль для христианина, который хочет создать или расширить свое хозяйство. Как вы в этом стране можете рассказать, сколько кругов жаркопейческого бара для этого надо пройти? И вчера мы слышали много примеров в этом вопросе. В России заброшены миллионы гектар пашни. Растут в то же время огромные секунды. 100, 300, 500, 600 тысяч гектар. Сплошь и рядом с землю закопейки скупают те в подалеком гагарного производства, финансово-промышленные группы, разного рода смекулянты и гельцы, даже иностранные компании в обход закона. А христианин земли нет. Теперь же предпринимаются попытки отменить земельные категории и соответственно упразднить категории земельных точных значений. Надо ли говорить, какие будут последствия? Сдать этот турбеж мы ни в коем случае не можем. Мы знаем, какую твердую и принципиальную позицию в этом вопросе занимает наш министр Николай Васильевич Щедоров. Мы поддерживаем это направление. Мы знаем, что защиту этого направления выступают обе палаты парламента и, в первую очередь, аграрные комитеты, которые возглавляют наши коллеги Геннадий Санч-Гордунов, Совете Федерации и Николай Васильевич. Спасибо, уважаемые коллеги и заморуководители, за такую позицию. Мы должны виниться всех христианин в поддержку руководителей, чтобы этот рубеж нам ни в коем не сдать. Мы должны быть конструктивными и по-государственному распорядиться тем, что у нас есть. Потому что понимаем, что навести порядок земельных отношений может только государство. Оно должно установить четкие правила игры и жестко контролировать, как они выполняются. Потому что земля – это основа основ. Во-первых, надо восстановить управляемые земельные отношения. Для этого надо или полностью наделить Министерство сельского хозяйства соответствующим полномочиям, либо создать особый государственный орган по земельной политике и управлению земельными ресурсами. Во-вторых, провести полный кадастровый учет всех земельных участков за счет государства. Необходимая мера. В-третьих, во всех странах мира латифундизм считается экономическим и социальным взломом. Так должно быть и у нас, в России. В целях противодействия латифундизму считаем необходимым прекратить практику продажи государственной земли без ретапа аренды. В-четвертых, площадь и навременно продаваемых участков должна быть ограничена как по территории в целом, так и при продаже одному лицу. Это нужно для того, чтобы обеспечить к ним доступ не только крупного капитала, но и крестьян. Право человека на свою землю и свое хозяйство священно незыблемо. И обязанность государства ее обеспечить и гарантировать. Уважаемые коллеги, все более актуальна становится тема сельскохозяйственной кооперации. Кооперация – это магистральный путь развития малого аграрного бизнеса. Именно она поможет фермерскому сектору не просто выжить, но и адаптироваться к условиям ДТО. Именно кооперация – это путь системному развитию многоукладного сельского хозяйства. Это путь к налаживанию живого взаимодействия и интеграции семейных ферм, крупных комплексов, инфраструктурных компонентов, переработки, транспорта, торговли и сервисов. Кооперация – важнейшее условие повышения конкурентоспособности крестьянских хозяйств, решение остейшей проблемы реализации произведенной продукции. И этот вопрос не решен ни в столице, ни в любом маленьком городе, вопросы, связанные с реализацией продукции. Подмосковные крестьяне, те, кто рядом находятся в Центральной России, не могут реализовать или с большими трудностями по маленьким ценам и овощи, и ягоды, и мясо, и свежее молоко, и другую продукцию. Хотя под боком 12-миллионная Москва. Фермерные кавказы преимущественные продажи баранины, в Центральной России с картошки, овощей и так далее. И везде всесильные торговые сети диктуют свои условия. Кооперация могла бы стоять реальной альтернативой. Везде.